Говорит Спортрупор и в эфире новости и сегодня мы поговорим про велосипедные категории, которые скоро исчезнут. Погнали! По мере развития велосипедной индустрии появляется огромное количество велосипедных категорий. Некоторые из них появились относительно недавно, например, аэрошоссеры или разделочные триатлонные велосипеды. А другие появились достаточно давно, например, как городские велосипеды или горные классические шоссеры. Но ничего не стоит на месте и многие преобразования в категориях мы уже видим сейчас. Какие-то категории исчезают, какие-то появляются, но тем не менее. Но прежде чем мы перейдем к конкретной динамике категории, давайте мы рассмотрим конкретный расклад сил прямо сейчас на велосипедном рынке. Начнем с маунтинбайка и здесь все достаточно прозаично. Мы имеем целый ряд велосипедных категорий, начиная от классического кросс-кантри, заканчивая агрессивным даунхиллом. Но это все используется в зависимости от ландшафта или стиля езды. И вот к этим вот традиционным видам маунтинбайков мы добавляем их электронные собратья, потому что их стало за последнее время достаточно много. Причем особо примечательно, что эти самые электрические собратья начали появляться от самых агрессивных категориях МТБ. Да-да, то есть все пошло по лесенке сверху вниз. Сначала это появилось в даунхилле, затем в эндуро, сейчас это достаточно распространено в трейле и стало появляться все больше и больше в категории кросс-кантри. Перейдем к шоссерам и здесь все достаточно динамично. Есть просто тонна определенных категорий. На данный момент все варьируется от классического горного шоссера и заканчивается триатлонным специализированным разделочным велосипедом. Перейдем к городскому сегменту и здесь все достаточно плотно и намешано, но понятно. И безусловно городским велосипедам мы добавляем электрических собратьев, так как именно эта категория и являлась первопроходцем в электробайках. Не открою Африку и, как известно, человек существо, которое умеет анализировать и, исходя из этого, можно предвидеть какое-то будущее. И в сегодняшнем выпуске я предлагаю с вами заняться этим самым анализом и сказать, каких велосипедных категорий не будет ближайшие 10 лет. И да, это очень громкое заявление, но поверьте, оно имеет обоснование. Начнем еще раз с МТБ и взглянем на схему. И с момента появления электровелосипедов особо категории не поменяются, но вот наполнение еще как. Мое предположение заключается в том, что наибольшему изменению подвергнутся такие категории, как эндуро и трейл. И в чем оно заключается? Что в ближайшем будущем исчезнут неэлектрические велосипеды из этих категорий. Даунхилл все же будет иметь это традиционное разветвление на неэлектрический и электрический байк по одной простой причине, что это все же очень гоночная категория. А гоночная это значит не быстро изменяющиеся нормативы. И просто-напросто форматы гонок будут поджимать производители в прогрессе. Кросскантри тоже будет иметь вариацию между механическими велосипедами и электрическими. И это связано не только из-за спортивной составляющей, а из-за экономической тоже. Все же хоть электровелосипеды и будут становиться со временем все более доступнее и доступнее, но тем не менее, механические в течение ближайших 10 лет все равно будут дешевле. А вот трейл и эндуро это абсолютно подходящая категория к сужению в сторону электровелосипедов. По одной и очень понятной причине, это реально в несколько раз удобнее. И если посмотреть на большинство велосипедов именно этих двух сегментов, то мы обнаружим, что стоимость конечного продукта уже абсолютно приближена к стоимости электровелосипеда этой же категории. Ну то есть до банального, какой-нибудь карбоновый эндуро байк стоит минимум 200 тысяч. А такой же электробайк стоит ну в районе 300-350. И это уже не такая большая разница. То есть буквально 5 лет и разница между ними по цене уже будет меньше 30-40%. Переходим дальше и на очереди у нас шоссейная категория, которая по моему мнению подвергнется наибольшим изменениям в течение ближайших 10 лет. Выделим три основные категории, которые будут видоизменяться. Начнем с аэрошоссера. Вообще аэрошоссер это довольно смелое решение в свое время. И напомню, первый аэрошоссер появился от канадской компании Червела. И модель называла Солуист в, так сказать, далеком 2008 году. И тогда это было абсолютно актуально. Каноном горных классических шоссеров была легкость. И ничего кроме легкости. Ну конечно же и жесткость, но стремились в первую очередь за легкостью. А с появлением аэрошоссера все начало немного меняться. Геометрия велосипеда отличалась кардинально. Продольные плоские трубы, которые в сумме увеличивали массу велосипеда. Но коэффициент аэродинамики и возможность менее энергозатратно удерживать предельную скорость, как раз таки и подкупали. Но время шло и технологии не стояли на месте. Карбоновые производители сильно оптимизировали свою продукцию. Она стала гораздо легче и гораздо жестче. Кроме того, атлеты того же Pro Tour достаточно значительно поменялись в пользу атлетичности. И именно поэтому границы между классическим горным шоссером и аэрошоссером начали постепенно стираться. И именно поэтому аэрошоссеры, как менее многочисленная категория, скоро перестанет существовать. Даже уже компания спешила и заявила о том, что линейка классического горного шоссера Tarmac затмит линейку Venge. И Venge просто скоро не будет существовать. С Endurance шоссером все примерно то же самое. Появление и распространение гравийного шоссера начало потихоньку затирать Endurance. Между ними безусловно есть разница и в геометрии, и в назначении в комплектующих, но эти грани потихонечку начинают стираться. И я думаю, что еще буквально пару поколений проживут эти категории по раздельности у многих производителей. А потом станут единым целым. Просто поменяй покрышки или колеса в зависимости от назначения. И все, погнали. Гравийники захватывают мир гораздо быстрее. И это объективно правильно. Даже можно это увидеть по тому же Декатлону, который сделал дешевый гравийник. Правда, кому такой гравийник нужен, понятия не имею, но тем не менее. И вообще, зачем при наличии классического горного шоссера и гравийника нужен этот Endurance шоссер? Да, и модельный ряд Specialized тоже на это указывает. И не подумайте, я не какой-то там фанат спеша. Просто на этом бренде легче всего видеть эти границы. И вот вспомните, что за велосипеды были раньше Рубе и Дайвердж. Это абсолютно два разных байка. На сегодняшний день они приближены к друг другу просто максимально. Практически все технологии, например, те самые амортизационные ставки Future Shock 2.0 или характеристики, максимально приближены друг к другу. Возможно, это стратегия самого спеша сузить модельный ряд для максимальной оптимизации производства и для того, чтобы извлекать больше прибыли на более узком модельном ряде. Но я считаю, что это довольно логично. Разделочные велосипеды будут исключительно профессиональными агрегатами. Этот сегмент будет использоваться только на гонках UCI и больше нигде. Почему я так говорю? Потому что сейчас такой сегмент иногда используется и в триатлонных соревнованиях. Но уже давным-давно производители выделили триатлонные разделочные велосипеды как отдельный сегмент. Поэтому это какой-то остаточный принцип покупать разделку на триатлонные старты. Этому сегменту придет конец, как только большие велосипедные игроки перестанут спонсировать команды ProTura. Напомню, это профессиональные команды, которые участвуют в Tour de France или Giro d'Italia, и у которых есть два типа велосипедов в комплектации любой команды. Это групповой или аэрошоссер в зависимости от назначения и разделочный велосипед для индивидуального старта. Поэтому велосипедные производители продолжают спонсировать эти команды только для продажи групповых классических шоссеров. Продажи разделочников просто-напросто мизерные в мире. Они не представляют никакой экономической эффективности. Поэтому продолжаем следить за ProTura, потому что большинство следят исключительно за инновациями в велосипедной индустрии. А я вам предлагаю еще посмотреть и за смертью одной из категорий. В заключение переходим к городским и фитнес-велосипедам. И здесь, я думаю, ничего особенного не произойдет. Эти категории достаточно консервативны. Распространенность их в мире просто нереальная. Из-за этого изменения внутри категории сложны из-за объема. Особенно важно сакцентировать внимание на то, что конечная цена здесь является одной из определяющих. Продажи городских и фитнес-велосипедов очень большие в таких азиатских регионах, как Китай, Корея и так далее. Не стоит забывать также Индию и Африку, и там вряд ли будут покупать электровелосипеды. Но это, конечно, в массовом смысле, потому что в каждой стране есть свои богатеи. И даже если технология электровелосипедов станет более доступной в цене, а она по-любому станет, все равно это еще будет достаточно далеко в ближайшие 10 лет от максимально доступной розничной цены. Подведем итог, и в горном сегменте будет постепенное смещение от механических велосипедов в сторону электрических байков. Шоссейный сегмент исключит из себя эндуранс-шойсеры, аэрошойсеры и, скорее всего, разделочные байки. Городские и фитнес-байки останутся без каких-то значительных изменений. Обязательно пишите в комментариях, какие велосипедные категории уйдут с велосипедного рынка, а какие появятся. С вами был Спортрупор, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok